Ну что, коллеги, у нас перед обедом остался последний доклад. Я надеюсь, что сейчас Олег зажжет. Не по-детски. Здрасте. Кто знает ГТС? Поднимите руки. Приятно. А кто знает, что мы исследованием вирусов занимаемся? Меньше. Сейчас будет больше. Мы любим удивлять. Иногда наши зарубежные партнеры не верят, что это делаем мы своими силами. Но это так. И мы многое делаем. Кто не уйдет на обед до конца моего выступления, тот узнает о кейсе, который мы представили недавно на конференции, даже серьезной. На одной конференции с Google, Intel, лаборатория Касперского. Это Security Analyst Summit. В среду я там выступал в Сингапуре. Кейс был в Казахстане, очень интересный. Так что советую дождаться. Сейчас я расскажу про то, что мы используем в исследовании угроз. Это сервис Threat Intelligence от лаборатории Касперского. А потом расскажу, собственно, про кейс, который в том числе с его помощью был исследован. Возможности решения представлены на экране, отчеты о лицелевых угрозах, то есть детальные отчеты, где сказаны тактики, где указаны тактики атакующих, как они проникают, что с этим делать, что они могли. И исследования вредоносных объектов, которые были использованы в атаке. Также в решении есть песочница, но она необычная. Об этом расскажу. У нее есть полезные фичи. Также информация о доминах и IP-адресах и об объектах и их взаимосвязях. То есть вы указываете там домин IP-адрес и система знает, что она видела по нему, по домину IP, какие связи, какие объекты с него загружались, какие объекты к нему обращались. В общем, интересно, круто. Интересный очень монитор, в который я вот смотрю, он постоянно пропадает, поэтому я чуть-чуть к вам боком буду. Это пример отчета о целевой атаке. Это executive summary, так называемый. То есть это основная информация об исследовании, которая показывает, что, как, какая группировка атаковала, как стало известно об этом. Некоторые индикаторы компрометации также указаны. Мы видим здесь домины, мы видим хэш-файлов и все. Это очень интересно, когда вы пытаетесь понять, как атака происходит. Это очень важно. Вот песочница, про которую я говорил. Файл закинули в песочницу, он выдал стандартный отчет. Тут, в принципе, особо интересного ничего нет. Интересное начинается дальше. Здесь дерево, но также оно показывается, в принципе, в любой песочнице оно есть. Но самая крутая фича – это, вот у меня даже уже отваливается все из-за стола. Если что-то происходит во время исполнения объектов песочницы, то, например, порождаются новые файлы, имеются обращения к доминам, к IP. И так как все сервисы завязаны, в принципе, в одно решение, вы можете сразу из отчета песочницы, фактически, вы можете узнать репутацию домина и связи между объектами. То есть вы видите, что у вас там исполнился ваш объект подозрительный, там РТФ документ вам прислали, например. Он исполнился и породил там два экзешника. И вы можете посмотреть, известно ли что-то системе по этим экзешникам. Как они детектировались, куда они обращались, кто их скачивал, кого они скачивали. Ну, в общем, это круто, это очень интересно. Но техника все равно не выдерживает, да? Здорово. Есть статистика обнаружений по дням за несколько последних дней, ну, вот, по-моему, около полутора месяцев. Вот, по URL. Вот я URL немножко затер. Это интересный кейс был, чем, что мы, в принципе, весь функционал раскопали только по Threat Intelligence. То есть мы знали обращение на вредоносный URL, мы нашли, что система его знает, мы посмотрели анализ по этому URL и мы точно рассказали, что это такое. Потом мы пошли на компьютер, который был скомпрометирован, нашли вредоносный объект, проанализировали его и все подтвердилось. То есть по системе Threat Intelligence мы нашли, что к этой URL обращаются объекты и с нее скачиваются объекты. И с нее скачивались объекты с разными хэшами один раз в четыре часа. И мы сделали предположение, что происходит перегенерация вредоносного объекта раз в четыре часа на этом сервере. Когда мы пришли на компьютер зараженный, мы исследовали вредоносный объект, который мы там нашли. И мы нашли, что раз в четыре часа действительно в папку, которую вирус использовал вредоносный код, копировался новый объект, который загружался вот с этого сервера. То есть мы не видя компьютера, мы не видя объектов, мы по данным Threat Intelligence мы предсказали развитие инцидента. Дайте что-нибудь. Ну там самое интересное осталось. Круто. Да, ну вот информация об объектах, как это выглядит, все круто. Есть даты первого доступа, последнего доступа, первый раз загрузился, последний раз загрузился. И имена детектов по классификации лаборатории Касперского. Также есть информация о географии. Вот видите, да, красненькая страна. Классно, да? Вот с таким приходится иметь дело. То есть когда мы видим такое, что в принципе в мире нигде объект неизвестен, но вот в этой красненькой классной стране почти все инциденты, ну нам становится еще более интересно это исследовать и мы радуемся. Вот обещанный наш инцидент. Вот все говорят про изолированные сети, да, я вот заглавил вот так. Помните там продолжение, да, притащили мертвеца. Ну вот все говорят изолированная сеть, все классно, нам не страшно, мы суперзавод. У нас есть сок, у нас есть DLP. Как это, какое это отношение там DLP имеет к вирусам, я не знаю, но он есть. И они говорят, ну нам типа все не страшно, все классно, и сеть вообще наша суперизолированная. Несмотря на соки и все такое, мы к вам придем, когда вам это не поможет. Вот. Или вы к нам придете, что лучше. Значит, что мы нашли? Есть объект, который может скрывать файлы на флешдисках, модифицируя структуру данных файловой системы. То есть FAT32 имеет атрибут файла, вредонос может его менять, и в этом случае операционная система файла не видит. То есть он не скрыт, его просто нет. Но если пробежаться по структуре файловой системы, вы увидите, что есть файл, у которого вот такой специальный атрибут. Ну тут он не указан, но он есть, поверьте. И вредонос понимает, что как бы это его файл, его надо скачивать. Вот. Также вредонос может передавать данные и файлы в изолированные сети и из них. То есть вы флешечкой ходите, носите это все дело, объект на этой флешечке передает то, что ему надо. Вот в таких скрытых файлах, если у вас FAT32. Если NTFS там чуть-чуть по-другому, но с FAT32 прям совсем все интересно. Вот. Может получать дополнительные программные модули и исполнять их. То есть ему может с компьютера, который находится в интернете, прийти экзешник, который нужно выполнить, который будет кастомный под эту конкретную жертву. И он что-то там сделает и можно вывести результаты также с помощью флешки назад. То есть в интернет оператор получит результаты. И количество промежуточных компьютеров в цепочке не имеет значения. То есть вы опять же такие крутые, сделали два промежуточных компьютера. Там интернет, потом один промежуточный. Потом на супер секретные флешки вы это переносите на второй промежуточный. Потом на еще более засекреченной вы в рабочую сеть. Эта штука все это предусматривает, все нормально сработает. Вот. Мы умеем удивлять. Обращайтесь. Вопросы. Все? Спасибо.